Римская археологическая академия 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 ватиканской библиотеки. Треба сказать, что главная его заслуга для нашей навуки, для нашей краины, это то, что он открыл для всей Европы и для Речи Посполитой, для Беларуси, для былой Речи Посполитой открыл имя и працу Скарыны. И он собирал стародруки белорусские, и в тем лику стародруки Скарыны собирал еще житчо и пра гэта писал. Гэтым его наивеликшую заслуга, и он почал сучасная белорусская Скарына-знавство. Первое знакомство с книгами Франциска Скарыны у профессора экзегетики и герменевтики Виленского университета Михаила Бабровска, отбылось тогда, когда он выучал славутый книгозбор Супрасилевского монастыра. На Белосточчине. Потом все житчо Бабровский избирал звездки пра нашего волота эпохи Ренессансу, и они увайшли у книгу «История славянских друкарню в Литве», а какую, на жаль, Михаил Бабровский так и не убачил обрукованной. Яхонная праца была не только выбитной навуковой дейностью. Это был подмурок белорусского адраджения, формования национальной идеи, и сам Михаил Бабровский заушты подкресливал каштовность родной мовы и культуры для народа. Калисти у Литве асподарила белорусская мова. На ней труковались книжки, паучэнни, катэхизисы и іншые духовные творы. На гэты умову Скарина пераклав святое писанне. После закрытия Виленского университета Михаил Бабровский перебрався у местечка Шарашоу, что на Берастейщине. Там у 1848-м годзе знанный навуковец и святар заучасно помёр от халер, однак пакинул для родной земли богатую спаджину. Михаил Бабровский працай усяго сваего життя заклау подмурок национальной культуры, ды основу для формаванне белорусского народа. Это был трагичный лёс науковца, потому что весь плён, огромнистая праця не побачила своего читача. Не был опубликованы основные его плён, только неколькі прац опубликовал. С тым лёку не была опубликована головная га праца «Гистория литовских друкарняў». И так эта праца называлася. Проехадзі лі легенды. И вось это трагеды науковца. Всё жыцё працаваць, паклацця на гэта, щасилы, і знік эта плённая праца паслі шмерці. Але я скажу так, што навад прастое, што асталося, прас асобны адрывкі ягу працы, ён атармаў прызнанне. І он лічыцца пачынальнікам сучаснага славянознавства. І мне здаецца, што ў сучаснай Беларусі вельмі прыдалася б такая спецаальна прэмія, прэмія імя Бабаровскага для науковцаў ахвярнікаў, які паклалі на навуку велікую ахвяру.